Здравствуйте! У меня эта емкость для электролизера, сделанная из стандартной колбы фильтра, решила лопнуть. Естественно, щелочной раствор просто вылился. Нижняя часть колбы полностью отвалилась. Вообще, этот прозрачный пластик имеет склонность трескаться после сверления и это вызывает некоторые проблемы. Кстати, ради интереса я налил в колбу кипяток. При нагреве этот пластик стал очень, очень мягкий. То есть материал, на мой взгляд, не очень надежный для подобных целей. Теперь мне нужно сделать новую емкость для электролита. Кроме того, чтобы к электролизеру можно было подключить горелку, нужно в любом случае делать пламегаситель. Вот здесь автор видео показал, как работает барботер-пламегаситель из такой же колбы. Так как он должен выдерживать большой резкий перепад высокого давления, его корпус должен быть сделан из металла. Вообще, пламегасители я бы поделил на два типа. Первый тип работает по принципу охлаждения. Внутреннее пространство в них заполняется пористой структурой с высокой теплопроводностью. Это может быть смятая тонкая медная проволока или аэраторный камень от аквариума. Второй тип работает по принципу преграждения. В них всегда присутствует вода, а проходящий газ делится на отдельные пузырьки. Мне симпатизирует второй вариант, ввиду того, что он не забивается и почти не создает сопротивления. В общем, я решил сделать емкость из металла, которая будет выполнять сразу две функции. После проекта с вихревым теплогенератором осталась труба из нержавеющей стали с наружным диаметром 84 мм. Высота будет 250 мм, полный объем 1,25 литра. На торцевые стенки пойдет также нержавеющая сталь. Донором будет бак стиральной машины советских времен. В начале 2000-х я в ней что-то еще стирал. Толщина примерно 0,7. Нет, такой простой инверторной сваркой не получится приварить. Придется использовать кусочки той же трубы. Сейчас хорошо видно тормозное устройство вихревого теплогенератора, которое я постарался сделать согласно описанию Юрия Потапова. Здесь хотя бы толщина 2 мм. Никаких станков у меня нет, только болгарка и топор. Все штуцеры буду делать из трубы диаметром 10 мм. Ее внутренний диаметр 6 мм, поэтому все отверстия под штуцеры будут тем же диаметром. Чтобы не нарушить соосность отверстия, я буду вставлять болт на время прихватки. Варить буду обычным сварочным инвертором. Электроды под кодовым названием 308L диаметром 2 мм. Сварщик с меня еще тот, на двойку с плюсом, но похоже получилось. Ток в районе 100 А, электрод на плюсе. Так, пока я тут возился с железками, мой ассистент кого-то поймал. Принес вот этот узелок. После его распутывания у нас появилась веревочка длиной примерно 1 метр. Когда встречаешься с подобными существами, начинаешь задумываться, насколько много интересных обитателей на этой планете. Итак, это нижний торец, штуцер выхода электролита. На верхнем торце будет заливная горловина и штуцер выхода газа в сторону горелки. Переходник для смесителя ванной, похоже, также из нержавеющей стали. И теперь станет донором резьбы 1,2. Чтобы не спортить резьбу при сварке, я накрутил кое-что ненужное. Так и держать удобно. Швы получаются не совсем красивыми, но в принципе все сваривается. Дальше я просверлил два отверстия диаметром 6. И еще одно диаметром 10,5 для ввода трубки внутрь. Вот эта барботерная трубка длиной 70 и зайдет сюда. А эти заготовки с распилом под 45 градусов нужны для изготовления уголков, которых у меня нет. Пожалуй, это была самая ювелирная часть работы. И все получилось. Замечу, что этими электродами очень приятно варить нержавеющую сталь 304. Вставка болтика хорошо помогает соблюсти соосность отверстий. Слегка прихватил, подровнял уголки, чтобы они были направлены друг на друга. Готово. На эти штуцеры будет одета прозрачная трубка для контроля уровня электролита. Для подавления возможной пены верхнюю часть емкости я хочу заполнить такими стальными губками. На изготовление перегородки пойдет этот кружочек от бака стиральной машины. Болгаркой нарезал такие прорези, чтобы вода или газ могли легко проходить сквозь нее. После небольшого загиба краев перегородка уже может входить в трубу. В нескольких местах прихватил сваркой. Высота этого отсека будет 50 мм. Остается теперь заполнить этот пеногаситель губками и можно заваривать верхний торец. Губки, как и все остальные элементы емкости, будут из нержавеющей стали. Торцевую пластину сначала прихватил двумя точками. Дальше обточил лишние выступающие края. И обварил стык по кругу. Сварщик с меня плохой, но все получается. Нержавеющая сталь по ощущениям варится так же, как и черновая. Недорогой сварочный инвертор. Ток 100 Ампер на электроде плюс. Такая вот маркировка электродов. Такие тонкие металлы я варю с отрывом. Время удержания дуги примерно 1 секунда. Пауза примерно 1,5-2 секунды. Электрод под углом 45 градусов. Если дугу держать более 2 секунд, сталь толщиной 2 мм прогорает насквозь. Если я уменьшаю ток, например, до 80 Ампер, электрод постоянно прилипает и варить невозможно. Посмотрим, как снизу выглядит перегородка пеногасителя. И можно закрывать низ. Здесь аналогично. Две прихватки. Обточил. И проварил. Электрод тут прилипал, поэтому ток поднял до 110 Ампер. И уменьшил время удержания. Менее секунды. В принципе, емкость готова. Я израсходовал 6 с небольшим электродов с полезной длиной в 32 см. Теперь нужно проверить на герметичность. Штуцеры на 10, поэтому сюда как раз оделся резиновый шланг моего воздушного компрессора. Небольшое давление есть. Так. Что-то пропускает. Это утечки под ПВХ трубками. Я уже обращал внимание, что на маленьких диаметрах такие хомуты зажимают плохо. Это если очень мягко выражаться. Даже без них держало лучше. Вот они, лучшие сельские хомуты из проволоки. Давление в районе 1 кг на квадратный сантиметр. И я вообще нигде не вижу утечек по сварным швам. Для меня это просто удивительно. Наполнил немного. В трубке диаметром 10 вода быстро перемещается и хорошо отображает уровень горизонта. Хотя, забавно, сама поверхность воды в трубке не хочет ориентироваться горизонтально. Хотел вам показать, насколько хорошо вода проходит сквозь пеногаситель. И тут понял, что кое-чего не хватает. Сверху и снизу каким-то волшебным образом появились монтажные шпильки М6. Наливать легко. Вода быстро проходит через сетки. Как всегда, мне интересно именно ваше мнение. Пойдет ли это для сельской местности? У меня уже появилась новая идея, как можно снизить потери электричества на нагрев электролизера. Но об этом уже в другой раз. Тогда и протестируем новую емкость. Благодарю за внимание. Субтитры подогнал «Симон»